Международный день бокса юные спортсмены отметили как настоящие профессионалы на ринге. В матчевых встречах приняли участие боксеры из Рязанской и Нижегородской областей. Наши ребята показали высокие результаты и заняли первые места. Вадим Санкин провел свой первый бой. На ринг он вышел со сломанной правой рукой, но уверенно выиграл у своего противника. Такие победы не даются легко, но только благодаря усиленным тренировкам, постоянной работе над собой, жесткой дисциплине и воле к победе. У моего можно было и получше намного. Опускал руки, ну и выложился на два, а последний третий раунд проиграл. А у моих друзей, ну, хороший. Вот, например, у моего друга Арсения выиграл старшего на четыре года его. Усердно тренировались. Каждый день у нас утренняя пробежка, утренняя тренировка. Потом мы в четыре часа приходим и тренируемся здесь. Также не жалея сил. Мы тренируемся каждый день в четыре часа. У нас сначала кросс, а потом спарринги, либо круговая. Существует множество стереотипов, которые касаются боксеров и этого вида спорта. Но на самом деле для любого спортсмена важен тонус не только тела, но и ума. Ребята активно развивают концентрацию, внимание и стратегическое мышление с помощью интеллектуальных упражнений и шахматных игр. А еще бокс, как музыка, где важно поймать ритм удара и настроиться на волну соперника. Сначала стать олимпийским чемпионом, а потом стать чемпионом мира. Вначале я сюда пришел, чтобы там для самообороны, для здоровья. Потом это все, я уже начал всем эти увлекации понравилось. Мне нравится заниматься, и это дает себя не в обиду, а еще силу и подвижность. Юные боксеры тренируются даже в летний период, чтобы всегда быть готовыми взять реванш в новом бою. В следующем сезоне ребята будут участвовать в городских, региональных и всероссийских соревнованиях. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.